Ну что ж, пришло время поговорить. Иди на сигнал, мы будем тебя ждать. В диздоках эта сцена описывалась так. Игрок проникает в лабораторию и отключает все установку Монолит, зомбирующая сталкера в саркофаге. На экране компьютера исчезает на время Монолит. Мы видим его по камере, установленной в саркофаге. А Монолит на самом деле голограмма. Через несколько секунд электронный голос сообщает об аварийном приключении управления над установкой Монолит на некую лабораторию Центр. На карте видно место расположения этой неизвестной лаборатории. Еще через несколько секунд с нами на связь выходит осознание с требованием не мешать им. Сталкер, не лезь в дела, в которых ты ничего не смыслишь. Ты всего лишь муравей, который забрался в компьютер. У разозленного игрока появляется задание. Найти лабораторию Центр. Дверь открывалась. Мы попадали на ЧАЭС, но телепортов здесь не было. По задумке мы шли прямо по дороге к лаборатории осознания, прорываясь через мутантов и снайперов Монолита. Причем здесь игрок получал напарника, последнего выжившего военного сталкера. Представляете, как неожиданно было бы получить такого напарника, учитывая сколько военных положил стрелок. Наконец мы перемещались в лабораторию осознания, но игра продолжалась. Игрок оказывался около Монолита. Технически загружался отдельный уровень со специальным спавном. Тот самый уровень – последняя битва. Дело в том, что осознание заманило нас в ловушку. Вокруг героя начинают появляться толпы врагов, которые на самом деле являются нашими галлюцинациями. И враги были необычные. Планировалось, что нас будут атаковать. Образы всех уникальных сталкеров, убитых игроком во время прохождения. Вот завалили вы Борова, Беса или даже Толика. Значит они придут к вам в конце. Мстить. По-настоящему гениальная задумка. То, что вы сейчас видите на экране, это не какой-нибудь мод. Это скомпилированный уровень. На основе официальных материалов, утекших в открытый доступ. Причем в спавне уровня, вместе с возрождающимися персонажами, прописан в том числе Фриман. Уж он-то что тут забыл? Неужели это стрелок убил Гордона? Еще до потери памяти. Ну шутка конечно. Просто он же тоже мертвый персонаж. Вот и приходил бы к нам вместе с другими галюнами. Получается пасхалка с Фриманом могла получить продолжение. Ну а после отражения волн врагов, происходит это. Итак, Монолит уничтожен. Омеченный перемещается к представителю осознания. И начинается тот самый разговор, ведущий к одной из концовок. Интересный факт. На данном уровне Монолит стоит именно как в роликах. В полный размер. В то время как релизный Монолит намного ниже. На загрузочном экране тоже виден ранний вариант саркофага. Здесь и аномалии повсюду. И высокий Монолит. К релизу его пришлось частично опустить под карту. Видимо, чтобы игрок мог подойти. И нажать F, дабы загадать желание. Расширенная концовка работала не идеально. И чтобы попасть в игру, ей требовалась доработка. Например, вся эта сына работает в пределах рестриктора. Из-за чего, чтобы показать ее вам, следует стоять на месте. Вот только Дмитрий Лехно занимался уровнем в одиночку. А в 2006 году произошел тот самый раскол команды. Прохоров, Шишковцов, Максимчук и Ткаченко все покинули GSC. И основали Фура Геймс. Тень Чернобыля на тот момент была почти готова. Но Дмитрий не видел смысла оставаться в компании без этих людей. Составлявших костяк команды. Так, человек, подаривший нам самых запоминающихся персонажей Ростка. И почти создавший эпичную концовку. Покинул Сталкер. Но также он создал и много всего другого. Именно Лехно придумал перестрелку на кладбище техники на свалке. А еще разложил в X-18 пять частей документов. Которые после другие разработчики. Криво заменили одним документом. С названием Часть 4. Идея поиска разных документов по всей лабе. Вернулась только в Зове Припяти. А знаете, что это такое? Это та самая гитара. На которой были исполнены первые гитарные композиции Сталкеров. И принадлежит она именно Дмитрию. Душевные посиделки у костров. Начали создавать летом 2005. Они есть в сборке 2232. Дмитрий съездил за гитарой домой. А исполнил композиции тот самый пиарщик проекта. Олег Еворский. Возник вопрос, откуда взять гитару для записи мелодий. Олег Еворский был гитаристом в рок-группе Fire Lake. И у него была отличная электрогитара. Но откуда высококлассная электрогитара могла быть у Сталкеров в зоне? Тогда я съездил домой, в Одессу. И привез оттуда старую раздолбанную дворовую гитару. На которой учился играть в свое время. На этой гитаре Ява и сыграл мелодии, вошедшие в игру. А эта гитара до сих пор хранится у меня дома. Как талисман на память. Как известно, в серии Сталкеры используется несколько песен. Группы Fire Lake. Думаю, вам будет интересно узнать, что в 2009-м в Fire Lake написали композицию для игры Сталин против Марсиан. Называется она Сталин через точки. Что точно отсылает к Сталкеру. Но вернемся к концовке Тачи. Примечательно, что проистекает она еще из идеи Алексея Сытьянова. Когда до реализации идей на практике было далеко, авторы чего только не придумывали для концовки. Рассматривался вариант, что фейковый монолит будет не какой-то пси-иллюзией или голограммой, а вот тупо фанерным монолитом. Из говна и палок. Игрок посмотрел бы на это дело и пошел бы искать концовку дальше. На генераторы. Или вот идея, что меченый был запрограммирован на отключение мозга и выжигателя. Якобы само осознание закодировало стрелка на эту задачу, чтобы он, внимание, отключил устаревшие установки, искажающие влияние осознания на мир. Очень странная версия, учитывая, что установки защищают осознание от проникновения сталкеров на север. После чего представитель осознания по старой традиции предлагал это дело обмыть. И говорил, ну выпей же со мной. Вот так напился быстрелок, а проснулся в капсуле осознания. И одна из идей концовки в рамках нашего разбора особенно интересна. Ближе к концу игры учащаются выбросы, пропадают солдаты с блокпостов, приходят тревожные вести о якобы начавшейся Третьей мировой, или гражданской войне, государственном перевороте, при попытке нескольких государств СНГ объединиться в Славянский Союз. Доходят жуткие истории о массовом зомбировании целых городов. Ученые предполагают, что это заработала сверхмощная всеустановка в центре зоны, с заблоквостом скопления бронетехники, которая на выстрел никого не подпускает. У торговцев начинается дефицит товаров. Над зоной время от времени пролетают сверхскоростные истребители. В такой обстановке игрок завершал бы сюжет, и добирался до финальной лаборатории, где находил тела объединенного сознания. При этом в лаборатории было бы одно из тел, выполняющее волю осознания, и обеспечивающее тела всем необходимым. Оно и являлось представителем проекта осознания, то есть было бы не голограммой. При этом представитель владел бы телекинезом и телепатией. Он насылал бы иллюзорных существ. Технически это были бы мутанты, с другими текстурами и шейдерами, которые исчезают, когда в них попадает пуля. По сути, такие фантомы были созданы в игре. После того, как игрок расстреляет представителя, тот упадет в лужи крови, но при этом продолжит хрипеть и пытаться шевелиться. Когда игрок подойдет ближе, он резко встанет. Схватит меченого, отбросит его, и бой продолжится. Ведь его поддерживает осознание. Он будет вставать все более и более ослабленным. Остановить его можно, только отключив подачу электричества. Для этого в нескольких местах бункера будут рубильники. Наконец, поверженный представитель начинает что-то говорить. Если игрок подойдет к телу, то голос заменится свистом. Меченый теряет сознание. Очнется он уже вне бункера. И дальше шел бы ролик, который показывает постепенное исчезновение зоны. Игрок идет за блокпост. Крупный план усталого лица сталкера. Нарастает свист, зрачки сталкера резко расширяются. Становятся черными. Ведь теперь игрок стал преемником представителя проекта осознания. И это был бы задел на сталкер 2. И вот для такого финала планировались и ложные концовки. Согласно которым представитель осознания сразу берет Меченого под контроль. И проецирует галлюцинации. Вымышленного финала. А именно, погибшие сталкеры окружают игрока. Он пробирается по сужающемуся туннелю. Выходит к трем дверям. За которыми были бы три концовки. Открыта только одна дверь. В зависимости от действий игрока. Как раз это описание и напоминает тот самый уровень Дмитрия Лехно. Ну а за дверями была бы обугленная комната. С голосом, который спрашивал чего хочет игрок. За второй дверью был бы какой-то сюр. А именно уровень с бессмертной крысой. Оно же подписано как философский финал. А третья дверь вела к финалу. Согласно которому, весь сюжет был бредом героя. Как не сложно догадаться, это прям черновые наброски. И уже в 2004 вместо них четко рассматривалось, что после прохождения ЧАЭС, мы шли на более северный уровень. Генераторы, под которыми и находилась лаборатория осознания. Затем от этой локации отказались и стали думать, как же игрок попадет в финальную лабораторию. Уже прямо с ЧАЭС. И тот самый уровень ловушка, последняя битва, была одной из идей. Причем точку входа на этот уровень поставили как раз рядом с тем местом, где ранее были ворота, ведущие на генераторы. Даже в релизе они до сих пор открыты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова